Ну что, ребят, добро пожаловать на второй этап Формулы 1 на Грампри Бахрейна. Собственно, тот самый этап, про который я говорил в Австралии, на котором у нас будут, скорее всего, проблемы из-за длинных прямых, потому что у нас нету хорошей максимальной скорости, и из-за этого мы будем просто страдать. Собственно, я вылетаю в первом сегменте, но хотя бы уже не на 20-м месте, а на 16-м. Был близок к проходу во второй сегмент, но не срослась, к сожалению. Ну да ладно, попробуем прорваться в очковую зону и сработать, может, там, пару очков очков хотя бы, потому что претендовать на хорошие очки на подобном болиде пока не стоит даже. Собственно, по поводу Бахрейна. Тут длинные прямые, как я уже говорил, и с нашей аэродинамикой у нас все будет плохо. По ходу гонки это тоже будет сильно сказываться, потому что мы никак не сможем конкурировать на прямых без ДРС, и, соответственно, у нас будет еще довольно легко пройти, опять же, противникам позади за счет слепстрима, потому что все болиды довольно быстро едут на прямых, как я заметил, ну, может, у которых просто будет медленная. Ну, тут уж посмотрим, как пойдет. Итак, ладно, переходим к стартовой решетке, где у нас на первом месте расположился Себастьян Феттель, на втором Сергей Сироткин, на третьем у нас Фальт Реботтус, на четвертом Льюис Хамильтон, на пятой позиции у нас Лен Стролл, на шестой Кимми Райкнин, на седьмой у нас Сергей Опериас, на восьмой Роман Граждан, на девятый Сбанакон и десятый у нас Макс Верстаппен. Довольно плохая квалификация прошла для Радбула, они заняли 10-13 место всего лишь. Также, как обычно, хорошая симуляция в плане лидеров у нас, опять же, вилимцы не на первом-тром месте, потому что, по идее, они должны быть, все-таки у них должен быть очень быстрый темп на этой трассе, из-за того, что, ну, куча прямых, опять же, у них просто должен быть, там, запредельно, в секунде, я думаю, должно быть, и не от лидеров. Но, к сожалению, игра очень плохо этот момент симулирует. Собственно, настраиваю боли так, как мне нужно, добавил чуть прижима наперед, и переходим к старту. Собственно, старт я кое-как опять срываюсь с местами, а тут же проходит Магнусен слева, тут же пытается уже пройти Гасли, но чутка ему не удается закрепить свою позицию, тут же на торможении отыгрываю две позиции обратно, и также уже пристроился к тройке в виде Рикьярда и Эриксона. Собственно, Рикьярда мы проходим оба, ну и продолжаем гонку дальше. Старт с ТВ-камеры, в принципе, все как обычно, бок о бок все шли, Вильямсы тут же оторвались, Серовский сразу же там оторвался на полтора корпуса от Фетеля на старте, ну и, собственно, вот, впереди нас еще группа тоже Квалида вшла втроем, и по итогу вот Саенса вроде бы как раз братанули из этой тройки. Собственно, Эриксон сразу же атакует Саенса, я тут же вот такую на торможении еще врезался в Эриксона, повезло, что не сломался передний антикрыло, ну и из-за этого даже подостал. Собственно, Эриксон с Хюкенбергом начали борьбу из-за этого, начали слишком сильно терять темпи, потому что в эске скоростной там много теряется времени, если едешь бок о бок. Ну и прохожу, собственно, Эриксон за счет этого. Потом через какое-то время у нас окон начал отставать потихоньку, из-за каких-то проблем, и почему, судя по всему, проблемы с ДВС, потому что на прямой он терял немало времени по отношению ко мне. А у нас болитый, как я напоминаю, очень хренов в плане максимальной скорости. Но в конце прямой, с артистической прямой, я его все-таки смог опередить, и также позади еще тут же его пытался пройти и Саенс. Но у него это не вышло, но тут же окон решает меня контратаковать на второй прямой, за счет того, что у него тут был слепстрим, и кое-как он вышел лучше меня. Собственно, проходит меня, но позднее торможение, и я спокойно остаюсь на 13-м месте, точнее, 12-м. Ну и, собственно, продолжаем гонку. После первых пистопов лидеров, меня тут же догнал Сироткин, и Лэнс Строл позади. С Сироткина мы немного повоевали, потому что воевать я особо с ним не могу, потому что, ну, разница в темпе просто большая, где-то, наверное, секунды две, или чуть больше даже. Ну, из-за разницы в темпе Сироткина перся в меня, из-за этого догнал еще Лэнс Строл позади. Он меня... Сироткин меня, конечно, спокойно прошел, Лэнс меня тут же начал пытаться проходить уже на старт-финишной прямой, еще у него был, по сути, ДРС. Да, у меня тоже был ДРС, но даже за Сироткину я не могу просто удержаться никак. Просто он на разгоне, отрывается в точку от меня. Ну и также справа от меня проходит Шелэнс, я пытаюсь взять в него Слипстрим, кое-как начинаю еще ехать с его скоростью уже через какой-то момент, и довольно поздним таким торможением просто влетаю в апекс поворота и прохожу еще Строл. Тем самым, как бы, даю Сироткину возможность оторваться от Строл, и возвращаю то время, которое потерял в борьбе со мной. Строл у меня прошел на обратной прямой, на следующем кругу, собственно, ничего удивительного, ну и на следующем кругу уже я совершил ошибку в двойном левом повороте, коварный двойный поворот, где легко заблокировать левую и переднюю покрышку, что суть у меня и произошло, и последовал еще дрифт после этого, ну и Феттель меня тут же догнал и опередил. На этом этапе, к сожалению, с Феррари нельзя блокно-курировать никак, потому что у них много было бы выше скорость, чем у нас. После приступа вышел я на предпоследнем месте, на последний раз был окон, у которого там были какие-то повреждения, похоже, еще и при этом текало, из-за чего он очень сильно довольно откатился и пошел по стратегии аж трех пистопов. Собственно, потом, в какой-то момент, я вышел из пистопа, догнал Эриксона, который вышел передо мной, хотя до пистопа он был позади меня, ну и у нас завязалась в нем борьба, где я его проходил, он меня контратаковал и так далее. Собственно, это такая стандартная у нас была борьба между... Ну вот в очередной борьбе, Эриксон просто блокирует всех колесок на торможении, из-за чего мы его потеряли в темпе, тут же догоняет Саенс, ну и смотрит сзади, ожидая какой-то момент, опять же, ошибки чьей-то, но я решаю Эриксон тут же перейдить на торможении, повезло, что там без какого-либо контакта обошлось, чуть рано нажимая на газ, и чуть так срываю себе заднюю ось, ну, точнее, контакт все-таки произошел, и я сломал переднее антикрыло. В принципе, Эриксон это не особо как-то помешало, потому что темп у него был, и либо у меня вообще был плохой темп, что даже с поврежденным антикрылом он ехал довольно быстро, ну, всякое может быть. По итогу наша последняя с ним борьба в Эске закончилась, просто потому что бок о бок мы не зашли в нее, и он просто оттормозился, из-за чего сразу же потерял две позиции. После этого Сайенс и Райкинер тут же на меня напали вместе. Сайенс удалось меня опередить, но Райкинер нет. Ну, в принципе, окей, чуть позже он пытается меня атаковать, собственно, это произошло на второй прямой, мы поравнялись, я решил даже раньше тормозиться, чтобы просто не влететь в Сайенс, из-за чего у Кими была очень плохая траектория, он просто заходил по внутренней части, из-за этого он улетел еще дальше. Собственно, я смог перекрасить траекторию и спокойно его опередить обратно. С Сайенсом мы разобрались уже вдвоем с Кими на стартчиничной прямой за счет ДРС и Слептрима, втроем вошли в первый поворот, и по итогу просто оставили Сайенсов позади, и после этого у нас тут же выехала виртуальная машина безопасности, из-за того, что вроде кто-то сошел. Сайенс продолжил свои атаки на меня, Кими в этот момент уже отъезжал спокойно, ну, я ему не сыпел в этом этапе, в Мельбурне мы еще могли постревноваться. Собственно, стартчиничная прямая, Сайенс уже прошел даже Перес, который шел позади своей Форс Индии, собственно, в Форс Индии тоже соревновался, у нас нет никаких шансов, поскольку на прямых у них очень большая скорость. Ну, из-за чего Перес уже оторвался в какой-то момент. На 25-м круге у нас уходит Льюис Хэминтон, и также уезжает на машины безопасности. Но, в игре есть такой до сих пор момент, то, что когда машина безопасности уезжает, то все боты начинают ехать очень медленно, вне зависимости от того, где они находятся, то есть находятся ли они за лидером, то есть в группе или с лидером, либо уже где-то еще дальше. Чем, по сути, я воспользовался и получил очень большое преимущество по отношению к Сайенсу, из-за чего я не потерял свою позицию, потому что, когда я выехал в машину безопасности, я тут же подумал, что окей, это проблема, потому что у меня тут же пройдет большая часть пелотона на прямой. Но мне повезло, Сайенс притормозил, собрал там группу позиция небольшую, и за счет этого я там, ну, где-то отрыв в 7 секунд под конец гонки, и за счет этого остался на 9-м месте. Да, это я хоть какие-то очки, хотя бы 2 очка. Ну и так же, да, наблюдал за борьбой Райклина и Переса, мог в нее клиниться, в теории, если был ближе, но все-таки, если бы, таковы. Ну вот, 9-е место, не такое уж плохое место, очковая зона, в принципе, неплохо. Самое главное, хоть какие-то очки мы зарабатываем для своей команды. Гонка выигрывает, как обычно, у нас Вильямс, но, собственно, здесь удивляться нечего. Тут, скорее всего, просто бессендартная заставка даже для Вильямса, то, что они выигрывают каждую гонку, как я говорил раньше. И выигрывает ее снова Лэнс Тролл. В принципе, неплохо начинали, ну так, сезон, две победы из двух. Серьезно приезжает на втором месте. В принципе, Вильямс начинает уверенно очень сезон. Также на третьем месте у нас приехал Леклер еще. То есть, после машины безопасности, Ботас имел вроде какие-то опять проблемы. То есть, у Мерсес вообще какие-то проблемы прям в начале сезона возникают. В прошлом этапе они не финишили вне очковой зоны. Сейчас Льюис сошел и Ботас только финишил, и то он не смог пройти Рено и Залбер, которых, по идее, он должен спокойно проходить. Ну, посмотрим, как у Мерсеса будет складываться сезон, потому что в данный момент все очень и очень печально. У Феррари, в принципе, намечается там какой-то прогресс, но, опять же, небольшой. То есть, у нас вот сошел Фетель, из-за кого у нас была, собственно, в той мощной безопасности. То есть, пока вот у Мерсеса и у Феррари какие-то большие проблемы. В принципе, у Ротбулу тоже этап не задался, то есть, там был кто-то вне очковой зоны из них, но у Ротбулу хотя бы первый этап начался неплохо. Ну, да ладно, все-таки, когда забегают слишком вперед, у нас только второй этап, я уже говорю, что, ой, кто-то начал плохо, кто-то хорошо. Ну, посмотрим по следующим, там, трем-четырем этапам. Там уже будет, можно, так сказать, можно оценить, кто на что будет готов. В модификациях я беру то, что нам не приехало снова, не приехала нам маленькая модификация. Также смотрю, сколько стоят там уже большие модификации. Ну, и прикинул так по ресурсам, то, что мне хватит сразу на три модификации. То есть, это взять одну мелкую модификацию для динамики, взять среднюю модификацию, и взять еще модификацию в ДВС небольшую на мощность. Все-таки там надо повышать мощность. И также износоустойчивость в ДВС, потому что износоустойчивость ДВС очень печально в Рено. Чтоб вы понимали, за два этапа двигатель износился на 40%. За два этапа, Карл. То есть, в теории, мне надо, блин, 10 двигателей за сезон поменять, чтобы доехать весь сезон. Ну, ну, ладно, с вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до скорой встречи, ребят, пока-пока. Продолжение следует...